Реализация государственной программы развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на ближайшие три года была рассмотрена на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Было отмечено, что в Верхней Волжье будет приведено в нормативное состояние порядка двух с половиной тысяч километров региональных и местных дорог. Отдельным направлением станет ремонт сельских дорог. Обо всем этом подробнее в нашем сюжете. В ближайшие три года Тверской области ожидает масштабная кампания по ремонту региональных и местных дорог. Основные ее моменты в настоящее время отражены в государственной программе развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области на 2022-2024 годы. Реализация программы нам позволит модернизировать сеть автодорог, конечно же, развивать экономику, социальную сферу. И я уверен, что мы с этой задачей успешно справимся, успешно решим. Планируется, что в ближайшие три года будет приведено в нормативное состояние порядка двух с половиной тысяч километров региональных и местных дорог. Отдельным направлением работы станет приведение в порядок сельских дорог. Также программа предусматривает реализацию крупных проектов. Это транспортная хорда, связывающая трассы М9, М10 и М11. Строительство вылетных магистралей в Твери, Набежицк, Кимры, Старицу. Будет продолжена реконструкция дорожной инфраструктуры к туристическим объектам и инвестиционным площадкам. Важно, что сегодня в госпрограмму введены новые мероприятия. Это обеспечение трудовыми ресурсами отрасли. Это консолидация активов в создании государственного предприятия, по примеру, Москвы, ГБУ, по ремонту и эксплуатации дорог. Это часть территории, которая будет находиться под управлением государственного учреждения нашей области. В регионе уже началась реализация важного инфраструктурного проекта — строительство западного моста в Твери. Главной задачей госпрограммы — реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», развитие опорной сети региона и дорог регионального значения, повышение безопасности дорожного движения, модернизация дорожной инфраструктуры. Помимо крупных проектов, обозначенных Игорем Руденей, в стратегию развития дорожного хозяйства включен ремонт межмуниципальных дорог 2-го и 3-го классов. Как отметил депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Васильев, по темпу и качеству ремонтных работ Тверская область демонстрирует хорошие показатели. Мне очень приятно было сегодня услышать, что, допустим, вот эти наши дороги, которые в сельской местности у нас по сравнению с 2016 годом, в 30 раз увеличено финансировали этого областа. Когда-то, я уже помню, мечтать не могли. Проблем много. Мы сейчас видим, кажется, дорог, есть чем работать. Также в ходе заседания были подтверждены планы по модернизации железнодорожного вокзала в Твери со строительством надземного пешеходного перехода, береговой платформы и другим инфраструктурным объектам. Особое внимание уделено ремонту подъездов к инвестиционным площадкам и туристическим маршрутам. Среди знаковых проектов строительство транспортно-пересадочного узла с портом Завидова и железнодорожного маршрута до ТПУ. Продолжение следует...